Meizu представили в России продвинутый 16XS, долгоиграющий Note 9 и бюджетный M10. В сеть выложили реальную фотографию Motorola Razr, а Xiaomi работает над режимом слоу-мо для фронтальной камеры. Всем привет, вы на канале Мобильный Придира, а это самые интересные новости технологий. Meizu представила в России продвинутый 16XS, долгоиграющий Note 9 и бюджетный M10. Компания Meizu провела в Москве презентацию сразу трех новых для российского рынка смартфонов. Уже скоро в продажу поступит 16XS, унаследовавший дизайн и особенности флагманской модели, Note 9 с емким аккумулятором и камерой на 48 Мп и недорогой M10 с большим экраном. Meizu 16XS внешне напоминает флагманские модели 16-й серии. Спереди у него 6,2-дюймовый AMOLED-экран с тонкими симметричными вырезами и встроенным сканером отпечатков пальцев. На обратной стороне расположилась тройная камера с основным сенсором на 48 Мп и двумя вспомогательными для сверхширокоугольных и портретных фотографий. Продажа Meizu 16XS стартует от 20 990 рублей за версию 6.64, а модификация 6.128 обойдется в 22 990 рублей. Модель Note 9 во многом схожа с 16XS. У нее тоже 6,2-дюймовый экран, но выполнен он по технологии IPS и имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев находится сзади. Там же расположилась и двойная камера с основным модулем на 48 Мп. В обоих смартфонах используется процессор Snapdragon 675 и аккумулятор на 4000 мАч. Meizu Note 9 можно будет приобрести по цене 14 990 рублей. M10 – самая доступная модель из представленной тройки. Она получила большой 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч, сканер отпечатков пальцев и тройную основную камеру. Одной из фишек смартфона стало использование чистой версии Android 9 Pie вместо фирменной прошивки Flyme. M10 поступит в продажу по цене 11 990 рублей. В сеть выложили реальную фотографию Motorola Razr. Незадолго до презентации в сети стало появляться все больше фотографий и пресс-рендеров, на которых запечатлена обновленная раскладушка Motorola Razr. Особенностью модели станет гибкий OLED-дисплей и идентичный оригинальной модели 2004 года «Дизайн». Очередной утечкой стал снимок, на котором неанонсированный гаджет заметили в руках прохожего. На фото отчетливо видно, как всю внутреннюю часть устройства занимает большой гибкий дисплей. Посредине заметен механизм складной панели. Снизу есть характерный выступ, на котором размещена аппаратная клавиша со встроенным сканером отпечатков пальцев, а также зарядный порт. Если судить по фотографии, то в раскрытом состоянии гаджет будет действительно очень тонким. Снимок устройства во многом сходится с ранее опубликованными пресс-рендерами. Презентация Motorola Razr пройдет 13 ноября. Предполагаемая стоимость смартфона, которую называют инсайдеры, около полутора тысяч долларов. Xiaomi работает над режимом Slow-Mo для фронтальной камеры По слухам, компания Xiaomi работает над собственной версией режима Slow-Fi для фронтальной камеры. Он предусматривает съемку замедленного видео. Эта фишка давно поддерживается основными камерами многих современных смартфонов, но до недавних пор речь шла только о тыльных модулях. У фронтальной камеры такая опция впервые появилась только в iPhone 11. В случае с Xiaomi информацию о новых возможностях обнаружил пользователь портала XDA Developers в коде приложения камеры оболочки MIUI. В этом режиме возможна запись видео с разрешением 1280 на 720 пикселей с фреймрейтом 120 кадров в секунду. Вполне вероятно, что версия Slow-Fi, представленная Xiaomi, дебютирует в модели CC9 Pro Mi Note 10, дебют которой состоится в ближайшие дни. Поиграть сегодня рекомендую в Pine, это приключенческий боевик с открытым развивающимся миром. Путешествуйте по захватывающим дух просторам Эвальмара, в роли находчивого подростка Хью, которому для выживания придется сражаться, торговать и исследовать опасные земли, где человек не на вершине пищевой цепи. В поисках нового дома для племени вам предстоит познакомиться с богатой экосистемой Эвальмара. Исследуйте, торгуйте, создавайте, общайтесь и сражайтесь с обитателями острова в шести различных биосистемах. Жизнь в открытом мире Pine не стоит на месте, у каждого его обитателя есть только одна цель – всеми силами выжить. Подружитесь с понравившимися вам существами и сражайтесь с ними бок о бок, или украдите их пищу и вынудите искать новый дом. Постоянно развивающийся мир игры реагирует на ваши действия. К просмотру рекомендую фильм Капернау. 12-летний Зейн отбывает срок в тюрьме за то, что ударил ножом человека, которого ненавидел. Мальчик снова появляется в суде, но уже в роли истца, призывающего к ответу собственных родителей. Он обвиняет их в том, что они родили его на свет без возможности обеспечить даже самым необходимым. Зейну пришлось повзрослеть, не узнав детство. Вместо того, чтобы пойти в школу, он трудится в лавке, промышляет мелкой наркоторговлей и присматривает за младшими сестрами. Одну из них, красавицу Сахар, родители хотят выдать замуж за лавочника в обмен на крышу над головой. Зейн надеется спасти сестру и сбежать с ней в сказочную Швецию, но вместо этого ему приходится бороться за выживание в трущобах Бейрута. А на этом у меня все, вы были на канале Мобильный Придира, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. До скорого!